МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно в Прикамье выявляется порядка 10 тысяч новых онкобольных с различными локализациями. Но есть раковые заболевания, которые встречаются чаще всего. Мужчины болеют чаще всего раком лёгкого, раком предстательной железы и раком кожи. Женщины болеют раком молочной железы, раком кожи и борются на третьем месте из года в год. Тело матки на третьем месте стоит или колоректальные раки. Онкологические заболевания сегодня уже не принято рассматривать как что-то страшное. Современные методики лечения и реабилитации позволяют многим пациентам выйти в длительную ревесию, особенно если заболевание находится в первой или второй стадии. Первая стадия менее затратная, лечится или оперативным вмешательством. Мы сохраняем органы, делаем органы, сохраняющие операции, в том числе высокие технологии. Мы очень много делаем эндоскопических операций в настоящее время. Лучевая терапия тоже у нас продвинулась вперёд. То есть мы делаем комфортную лучевую терапию. Используется новый метод лечения радионуклидной терапии. Вводим радиофарм препарат, который органы мишени, метастатические опухоли в костях, как бы вот излечиваются. Используются новые технологии при раке молочной железы. Это биопсия сторожевого лимфоузла. Как говорит главный онколог страны Андрей Каприн, главный враг рака – это раннее выявление. Первичное звено – вот откуда всё начинается. Во-первых, нужно пользоваться нашим, то, что нам предлагает государство бесплатно, это диспансеризация. Все скрининговые исследования, они входят в диспансеризацию. Начинается с 18 лет. Женщины ходят, и мозог берут, и рентген легких делается, флюорография. Работают в поликлиниках и кабинеты раннего выявления, где проводится полный осмотр пациента и назначение дополнительных обследований. Начинается осмотр пациента со слизистых, с кожных покровов. Проводим осмотр щитовидной железы, пальпацию периферических лимфоузлов, осмотр резева, соответственно. Ну и дальше аускультация в сердце, легких, измерение давления, пульса, кислорода. Ну и, конечно, живот, периферические отеки. Онкологические заболевания зачастую проходят бессимптомно, поэтому без скрининговых обследований не обойтись. Во время диспансеризации можно выявить и заболевания молочной железы, и заболевания шейки матки, и заболевания предстательной железы, и заболевания кишечника, заболевания кожи. Выявить и как можно раньше отправить специалисту к онкологу, начать лечение. Пройти диспансеризацию или записаться в кабинет раннего выявления может каждый в поликлинике по месту жительства.